В соответствии с регламентом я обязан в случае конфликта интереса поставить известность. Я еще раз говорю, что в следующий раз я точно так же жестко буду требовать исполнения своих обязательств при запросах, но при этом обязан поставить известность Наталье Владимировне, я буду ее ставить известность. Вы считаете, что ваши сыновья такие же граждане, не могли бы повторить то, что вы сказали? Просто нам снимать нельзя было. Что? Что вы, как депутат, защищаете интересы? Конечно. И я своими запросами преследую единую цель. Стоять на страже интересов государства и общественности, общества. Ничего другого мне не дано. Мне единственное оружие это запросы. И эти запросы должны иметь статус неприкосновенности. Нельзя на основании запросов депутата лишать статуса, привлекать его. Депутат не имеет право на запросы. И это, моего убеждения, и регламент говорит об этом все. А про сыновей вы говорили, что они такие же граждане? Да, естественно. А как вы считаете? То есть, даже если бы был, я сделал запросы в интересах своих бывших предприятий, но и там рабочие проживают. Вы понимаете, работают тысячи человек. Должны получать зарплату. Их, мягко говоря, бросили, кинули на 4 миллиона. Они, работая на предприятиях, мы с нами перестали стать обществом? Не перестали, я считаю. Так ведь? Государство в этом случае проиграет что-нибудь? Нет. Я тоже считаю, что государство в этом делит. Кто-то найдет. То есть, 15 миллионов, которые увела фирма, потом искусственно обанкротилась, и при этом фигуранты купили машины или купили квартиры, к сожалению, это не подход прокуратуры, я считаю. Вот и все. Какие ваши дальнейшие действия в этой истории? Все, мое действие закончилось. Сегодня комиссия постановила. Будет организована проверка по деятельности как раз по моим запросам. Она вознагрится. Сегодня уже это прокуратура будет проводить по решению комиссии. Вы согласны с таким решением? Конечно. Я шел к этому. Я через это шел к этому, чтобы заставить прокуратуру работать. То есть вы победили? Суть моих запросов как раз в этом и была. Конечно, я убедился. Спасибо. Все доброе.